Светлые гости на Светлом радио Александр, добрый день! Добрый день! Я хотел сказать, что наши радиослушатели могут к нам присоединиться, ведь этот разговор для них в прямом эфире. Для телезрителей эта запись хотел бы сказать, что Саша — аранжировщик всех композиций этого диска. Как он рождался? Рождался, как всегда, с идеей. С идеей? А какая же была идея? Идея была создать еще один следующий церковный диск, который, скажем так, имел бы заинтересованность и актуальность. В первую очередь в нашей церкви, для всех категорий, то есть в котором включены детские песни, песни прославления, авторские песни, для среднего контингента, для тех людей, которые любят такую музыку, и более спокойная музыка для старшего поколения. Скажем так, это краткая концепция для этого диска. Саша насмотрит и слушает аудиторию не только верующих людей, которые ходят в церковь. Что вообще означает церковная музыка? Это для поклонения, молитвы? Для чего это? Я думаю, что диск для разных целей. Просто церковная музыка подразумевает, что там, скажем так, освещаются какие-то интересные вещи, особенно церковные вещи. Что касается Бога, лучшей жизни, светлого будущего, вот то, что там освещается. То есть там нет депрессивной музыки, нет музыки с какими-то непонятными словами, светлая музыка с правильными словами, которые направляют к небу. Вот так. Саша, а ты слушаешь музыку, кроме музыки вашей церкви? Да, конечно. Какую? Я очень люблю слушать, например, американскую музыку разных стилей. Это гаспел, воршип, выборочно-поп, как христианскую, так и, скажем, нехристианскую. Саша, сейчас на телеэкранах показывают хорошие для светского понимания репортажи Западной Европы о том, что костюлы, храмы очень красивые, но они пустые. Они превращаются в музеи, фитнес-залы или просто пустые. Церковь немного отстает от молодежи. Это правда или нет? И что надо делать? Ты можешь сказать «молодежный пастор»? Для того, чтобы сократить отрыв церкви от молодежи, надо прежде всего быть ближе к молодежи. Я имею в виду в первую очередь мораль. Надо знать, кто такой молодежный лидер. Это тот, кто посвятил себя молодежи. Кстати, одному из более неблагодарных контингентов. Если брать среди других, например, дети или люди постарше, они более отданы, то молодежи действительно нужно посвящение, потому что очень редко, когда бывает отдача. Надо просто интересоваться, чем живет молодежь, что она делает вообще, чем она интересуется, какими новинками, потому что впереди всех технологий, музыки, прогрессов находится молодежь. Поэтому, например, если воплощать и давать молодежи слушать музыку, которая ей не понравится, как они говорят, отсталую, то даже хорошая информация, которую содержит музыка или песня, или какое-то слово, ими не воспримется. Не потому, что они плохие, а потому, что они по-другому воспринимают этот мир, так как они родились в иных технологиях, в новых. Поэтому надо быть ближе к ним. И стараться, конечно, не идти у них на поводу, смотреть на их интересы, стараться быть ближе к ним. Рассмотрим на примере. У вас, по-моему, там есть клуб. Есть дискотеки, клуб знакомств? Нет, дискотек там нет. Это клуб, который называется Real Life. Это целое движение. Лагеря, молодежные встречи, конференции под лозунгом Real Life. Там спокойная атмосфера, все красиво украшено, сделано все серьезно, как в светских клубах. Хороший свет, баннеры, все как должно быть. Продаются коктейли, кстати, по себестоимости, чтобы молодежь могла купить. Интересно, какие коктейли? Коктейли? Ну, конечно же, безалкогольные. Очень большой выбор фруктовых, безалкогольная мохито и других. И молодежь видит, что, во-первых, мы ближе к ней, делаем коктейли, но безалкогольные. Это означает, что мы не следуем греху, но даем им возможность ощутить себя современными, потому что сейчас так модно в других заведениях пить напитки. Даже начиная с таких мелочей, с них все и начинается. Конечно, там есть гости, общение, слово, но оно краткое, ненавязчивое. Доступно доносит Христа и показывает, что с Богом жить намного лучше, спокойнее, и в наших сердцах есть мир и праведность. Понимаешь, Саша, те, кто сейчас слушает, возможно, впервые включили эту программу, телевизор, радиоприемник. Подумали, что что-то здесь не так. Навязываются верующие люди. Вновь Бог. К чему это? А ты в начале программы сказал, что слушаешь музыку в стиле Гаспел, американскую музыку. Почему в Америке, в Западной Европе нормально слушать музыку, в которой поется о Боге, и присутствует церковная тематика и верующие люди? Это никого не угнетает, не вызывает квадратный взгляд глаз. Почему у нас на это смотрят настораживающе? Прежде всего, я думаю, что из-за того, что Америка протестантская страна, и большинство жителей являются протестантами, они нормально воспринимают любую музыку. Почему у нас проблема? У нас тоже большинство христиан. Конечно, наверное, такое нельзя говорить в эфире. Но если посмотреть, какую музыку предлагает большинство церквей, то она совершенно отличается от того молодежного посыла, который дается. Американская музыка практически вся дает более такой молодежный посыл, более современный, профессиональный, морально-этический. А если брать такую христианскую музыку, назовем это так? Ну смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Здесь мы можем об этом говорить. У нас все же межконфессиональный диалог. Но все-таки смотри. Праздновали годовщину Крещения Руси. Был православный фестиваль. Там была настолько современная музыка. Там выступали и диджеи, и православные рокеры. Я смотрел репортаж из православного киноклуба. У них там современные ленты. Они снимают короткометражные фильмы. Также и католики. Возможно, у нас нет самой культуры, и все, что связано с Богом, считается ненормальным. Конечно, этого просто очень мало. Конечно, такие вещи присутствуют во всех конфессиях. Но, к сожалению, это в таких маленьких дозах. Если брать Америку, там 100% современности, скажем так, они идут в ногу с современным миром. Ну, конечно, не 100%, возможно, меньше, а у нас это только несколько процентов. Поэтому мы, скажем так, очень сильно оторвались от современности, от молодежи и вообще от людей. Привыкли слушать на радиостанциях музыку и стили, которые им, к сожалению, навязывают. И они совершенно отличаются от того, что им предлагают в церквях. У людей сформированный вкус. И они, к сожалению, не могут воспринимать другое. Саша, ваши певцы с вашего прославления Церкви Спасения довольно современные люди, кого я видел и кого я знаю. Когда вы выступаете на открытых площадках, к вам подходят люди, которые совершенно не связаны с церковью. Как они реагируют на ваши песни и на подобный формат? Честно скажу, очень хорошо реагируют. Почему? Скажу так, что в этих песнях есть свой посыл. Или по-христиански это помазание. Когда человек слушает такую песню, его что-то касается. Он не понимает, почему. Возможно, даже сам стиль не нравится. Но послушав ее, он чувствует, что что-то каснуло с его сердца, зацепило. Возможно, на душевном уровне. Он подходит и говорит, «О, это же обо мне. Какая классная песня». Хотя ты спрашиваешь, какой музыкой ты интересуешься? Он отвечает, «Я слушаю хэви-метал». А почему же тебя такая музыка заинтересовала? Я не знаю. Что-то коснулось моего сердца. Мне интересно. Скажем так, через эту музыку, через эти тексты, Бог говорит к совести. Это касается человека. Поэтому и нравится. И в этом парадокс. Хотя можно сказать, что стиль немного отсталый. Даже этот наш. Но его все воспринимают максимально одинаково. Все категории людей нормально воспринимают. Молодежь и взрослые, и бабушки. «Светлые гости» на «Светлом радио». Я напишу тебе письмо, в нем будет очень мало слов. Мало слов. Я не художник, не поэт, но ты не знаешь мой секрет. Мой секрет. Бессмертно, амулета и запахи букетов свежих роз, свежих роз. Там место фото новых и очень важных слова для тебя. Всего три слова. Я тебя люблю. Коротких слов. Я тебя люблю. Опять и снова. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. А если что-то не поймешь, тебе расскажет летний дождь, летний дождь. Ты прочитаешь между слов и по слогам мою любовь, всю любовь. Бессмертно, амулета и запахи букетов свежих роз, свежих роз. Там место фото новых и очень важных слова для тебя. Всего три слова. Я тебя люблю. Коротких слов. Я тебя люблю. Опять и снова. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Тебя люблю. Всего три слова. Я тебя люблю. Коротких слов. Я тебя люблю. Опять и снова. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Коротких слов, я тебя люблю. Опять и снова, я тебя люблю. Я тебя люблю. Всего три слова, я тебя люблю. Коротких слов, я тебя люблю. Опять и снова, я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Это надо делать. Второе — это то, что есть постоянные люди, которые были от начала и до сейчас. Анна Поначевна, как лидер прославления. Я также с самого первого диска. То есть существует костяк людей, которые занимаются. Мы постоянно развиваемся, движемся вперед. Стараемся изучать современную музыку, технологии и все остальное. Поэтому с каждым годом диски развиваются. Мы стараемся все улучшить. Творческий, профессиональный и духовный уровни. Мы много за это молимся, чтобы эта музыка действительно касалась сердец людей. На самом деле, хотелось бы остановиться на первом. На постоянстве. Если посмотреть на другие подобные христианские коллективы, то тут какая-то переменчивость кадров. Постоянно кто-то меняется. А чем у вас объясняется? Просто приверженные люди или у вас созданы условия? Условия? Да, мы знаем, что диск должен выйти когда-то в определенный срок. И хочешь, не хочешь, ты должен вложиться. Есть вдохновение? Нет, иди молись. И выпрашивай у Бога. Но оно должно быть сделано. При любых условиях это должно быть сделано. И презентация диска должна быть. Поэтому это все спланировано. И существуют четкие границы. Кстати, для этого выделено достаточно времени. Почти год, чтобы сделать это действительно нормально, не спеша. А кроме того, что вы подходите до написания подобных дисков и подобных песен, которые звучат в нашем эфире, с молитвой, которая для этого необходима, у вас важен профессионализм. Вы специально отбираете музыкантов и певцов, которые являются профессионалами? Я думаю, да. Певцов мы отбираем в первую очередь. Если брать песни, мы выбираем преимущественно авторские песни. Я думаю, что 95% — это авторские песни. Солистов мы отбираем — это лидеры прославления. У нас есть такие ключевые люди, у которых прежде всего талант, желание, и они несут служение. Почему? Мы доверяем тем, кто несет. Потому что посыл может дать тот, кто переживает. А что означает нести служение? Нести служение, то есть быть конкретно задействованным в церкви. Те, кто выступает, задействованы в церкви. Они поют на богослужениях. Или Аня Поначевна, как лидер прославления. Кто-то занимается хором, поет. Каждый из них конкретно задействован в служении. Дорогие радиослушатели, дорогие телезрители. Я напоминаю, что в общем проекте канала СНЛ и Светлого радио из Киева мы каждый день презентуем диск и общаемся с Александром Савочкой, который сейчас в нашей студии. Формат нашей программы — это лайв-стори. Сегодня мы из-за 18-летия Церкви Спасения из-за презентации этого диска решили отойти от формата. Но все же вернемся и будем общаться о нашем госте и о его жизненной истории. Кстати, и вопрос от нашей следующей слушательницы касается нашего гостя. Оксана, добрый день. Добрый вечер. Александр, также добрый вечер. Добрый. Я хочу вас спросить следующее. Вы не всегда были взрослым, были ребенком. Как вы сделали свой выбор в пользу какого инструмента? И когда вы сделали выбор в пользу какого-то инструмента? Как вы двигались в обучении? Потому что, как говорится, 5% таланта, 95% труда. И как вы себя преодолевали, когда, возможно, были моменты нежелания, чтобы достичь успеха, который имеете сейчас? Благодарим за вопрос. Действительно, особенного таланта у меня не отмечалось. Родители отправили меня в музыкальную школу с 6 лет по классу фортепиано. И не знаю почему, но, наверное, до класса 5-го во мне никто ничего не замечал. Я проваливал академ-концерты и все, что только можно было. Я, наверное, в 5-м классе бренчал еще программу за 1-й класс. Зачем ты бренчал? На пианино. На пианино? Да, на фортепиано. Но потому, вы знаете, пришел один преподаватель, который сказал, «Саша, я вижу в тебе потенциал. Давай работать». Я не знаю почему, но это стало переломным моментом. Я начал сидеть по 4-5 часов каждый день за этим фортепиано. Я просто бомбил, зубрил. И уже через год я начал ездить на разные конкурсы. На районных, на областных конкурсах. Начал занимать места. И со временем, в 13 лет, я начал играть в церкви. Так случилось, что срочные условия. Главный и единственный клавишник ушел. И мне папа говорит, «А ты не хочешь попробовать играть?» Я говорю, «Я же умею только снот читать». Я не умею импровизировать в стиле прославления. Аккордов не знаю. Он сказал, «Ничего, научишься». И мне пришлось, как говорится, прыгнуть в воду. Выплывет, значит, Божье. Не выплывет, значит, не Божье. Так и у меня было. Я прыгнул в эту воду и начал грести. Было большое желание и вдохновение. И я начал этим заниматься. Прошло буквально несколько лет. Параллельно с этим я очень молился о том, чтобы Бог дал мне слух. Чтобы я начал развивать свой талант. Потому что, к сожалению, у меня не было нормального слуха. Я не умел писать слуховые диктанты. Ничего. Я думал, что я вообще безнадежен. Но потом Бог открыл во мне это все в один момент. Наверное, я много молился, играл, старался играть в духе. И потом Бог открыл этот талант. Я заметил, когда люди начали подходить с зала после служения и говорить, «Слушай, ты когда играл во время молитвы, было так здорово, такая атмосфера крутая была». Я так смотрел и говорил, что честно, и что что-то происходит, когда я играю. И для меня это было огромное счастье. После этого я начал развиваться. Кстати, вопрос выбора. У меня был выбор после школы, куда мне идти. Я выбрал профессию звукорежиссера. Аранжировки. Кстати, я не поступил после девятого класса по фортепиано. Муз-училище, да? Да, я не поступил. Мне тоже сказали, что я безнадега. А потом, после одиннадцатого, я все же поступил на звукорежиссуру. И я понял, что это был божий план. Почему? Потому что на то время даже просто найти работу как музыканту было практически нереально. А сейчас, когда я уже обучился, я учился этому, звукорежиссуре, делать фонограммы, то я могу этим и служить, и зарабатывать финансы, делая это для других, скажем так, за умеренную цену и с профессиональным качеством. Это не на правах регламы. Это просто я говорю, как Бог начал через меня действовать. И я сделал свой выбор. Да не скажу решительно или нет, но для меня выбора не было. Мне просто предложили, будешь идти учиться? Я сказал, да, хочу. У меня внутри было это желание. Я начал понимать, что у меня получается это делать. Бог открыл талант. Для меня это было знамение. Я потом принял такое решение, что я никому, кроме Бога, не буду служить своим талантом. То есть я буду работать только в сфере христианства. Но, конечно, это был мой опыт. Просто я боюсь это потерять. Я знаю, что мне это дал Бог. Раньше я этого не имел. Поэтому только благодаря Богу я могу отдавать Ему. Я никогда с этого не делал какую-то коммерцию. А чем ты собираешься зарабатывать себе на жизнь? Дальше заниматься музыкой, скажем так, студийной работой? Записи, аранжировки. Да, записи, аранжировки. Я этим и сейчас занимаюсь. Я работаю в церкви. Ты директор студии, да? Да, директор студии. И параллельно с этим я имею возможность делать это для других. Возможно, это моя точка зрения. Но людей, верующих христиан, независимо от конфессии, их видно. Наверное, потому что у них есть цель в жизни, и они знают, для чего они здесь, и чего они хотят от жизни. В большинстве это так. Ты знаешь, чего хочешь от жизни, но, возможно, нас сейчас смотрят те люди, которые в отчаянии и разочаровались в жизни, и ищут себя. И такие наверняка есть среди наших слушателей. Что ты можешь сказать? Как найти себя? Я думаю, чтобы найти себя, в первую очередь, нужно найти Бога. И я считаю, что нужно всегда идти за Богом. Найти Его, независимо от того, в какой церкви, в какой конфессии. Всегда можно найти Бога и следовать за Ним. Тогда, скажем так, после того, как мы находим Господа, Бог полностью меняет нашу жизнь. Он всегда дает нам цели, радость, жизнь, мир. Это называется простым словом «жизнь». То есть мы радуемся жизни, мечтаем. У нас есть цели, и прекраснее всего, что они неизменные. Не так, что ты всю жизнь пропахал, вкладывал, а потом понимаешь, что после того, как ты умрешь, оно здесь и останется, оно никуда с тобой не уйдет. А очень важно вкладывать в вечные ценности, в Божье, что мы потом сможем забрать с собой. Я с любовью от всего нашего коллектива передаю привет всем, кто служит, работает в вашей творческой команде. Успехов вам в новых альбомах. И мы не поговорили, но думаю, что еще поговорим. Вы действительно много выступаете. Новых вам поездок, новых приглашений, новых выступлений. Благодарной аудитории и удовольствия от вашей работы. Музыка. 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 Эммануил. Значит, с нами Бог. Вы мне отновили жизнь. Просто, вы знаете, не могу отрываться от вас. Прекрасное светлое радио, которое несет столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды. Субтитры создавал DimaTorzok